Вместе Оргкомитет представил основную программу празднования столетия Чувашской автономии. Комфортные условия для обучения. Капитальный ремонт сделают в 45 школах республики. Хоккей играют настоящие мужчины. Плей-офф первенства ВХЛ в Чебоксары-Арена. К маю будут готовы почтовые марки и конверты с официальным логотипом столетия Чувашской автономии. Что касается самого праздника, жители республики увидят мюзикл Нарс Пи под открытым небом. Исторические костюмы из коллекции историка моды Александра Васильева. А еще в программе может появиться фестиваль нашего национального напитка. Оргкомитет представил основную концепцию юбилея республики. Чтобы наш корабль красивый был, чтобы наш корабль веселый. День республики Чувашия всегда отмечают масштабно. Однако столетний юбилей автономии должен превзойти предыдущие праздники. В программе традиционные любимые жителями фестиваль фейерверков, родники России, пилотажная группа Стрижи. Теперь о том, чего еще не видели. Праздничная неделя июня будет насыщенной. Начнем с классического искусства. Впервые мюзикл «Нарспи» соберет зрителей под открытым небом. В исторической части Чебокса в сквере Константина Иванова. В Национальном музее откроется фестиваль костюма «Росыпь веков». Там представят уникальные работы чувашских вышивальщиц. Кроме того, часть своей коллекции привезет историк моды Александр Васильев. Я разговаривал с Сашей Васильевым, и он с огромным удовольствием привезет 100 платьев. Это история в искусстве кино и платья с 1900 года. Также в Чебоксары приедут участники театрального фестиваля «Золотая маска». Деловая программа праздника стартует 29 мая. В Ледовом дворце пройдет форум «Мой бизнес». Непосредственно на праздничные дни с 22 по 24 июня запланирован Чебоксарский культурный форум. Один из вариантов слогана этого года – «Бизнес и культура – будущее вместе». Что касается бизнеса в настоящем, предприятия региона планируют начать использовать в своей продукции официальный логотип праздника. Мы будем выпускать красивые торты с эмблемой к столетию Чебоксарской республики. Будем стараться удивить каждого жителя, каждого гостя. Логотип столетия появится на почтовых марках и конвертах. Кроме того, символику нужно использовать так, чтобы праздник чувствовался сразу при въезде в республику, отметил временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. Очевидно, что гости будут ехать, скорее всего, не только самолетами, поездами, но и автобусами, и автомобильным транспортом из разных регионов. Поэтому просьба всем главам администрации районов, особенно те, кто находится вдоль федеральных трасс, автомобильных трасс, учитывать ту концепцию оформления. Программа праздника еще не окончательная. В нее можно вносить предложения, отметили на оргкомитете. Этим приглашенные сразу воспользовались. Среди идей провести фестиваль национального напитка. К примеру, в рамках фестиваля фермера. Столетия Чувашской автономии также будут праздновать и в Москве. Там пройдет Акату и концерт мастеров искусств. Ольга Пырычкина, Павел Рядков. Республика. В стране продолжают обсуждать изменения в Конституцию России. Поправки, вызвавшие самые горячие дискуссии в последние дни об упоминании Бога и о русском языке, прокомментировали сегодня лидеры общественных организаций республики. Вносимые поправки Конституцию Российской Федерации являются своевременными. Очень актуальными. Они вызваны теми изменениями, которые происходят в социально-экономической, духовно-нравственной, культурной жизни страны. Что касается заданного вами вопроса о вере в Бога, это духовное наследство, оставленное поколениями людей, нам. И поэтому к этому надо относиться всегда большим достоинством, большим уважением. И это очень важно. В Конституции наряду с этим сказано о том, что наше государство светское государство. И поэтому никто не заставляет кого-либо принять ту или иную веру с селом. И поэтому вера в Бога – это добрая воля любого гражданина Российской Федерации. И поэтому то, что мы зафиксируем, уважая наше предыдущее поколение, наших предков, это, я думаю, заслуживает самого серьезного внимания и одобрения. Мы живем в Великой России. Мы Россию любим. Я хотел бы в этой связи напомнить вам слова великого просветителя чуварского народа Ивана Дяковича Яковлева. Он сказал в завершении своему родному чуварскому народу «Верьте Россию, любите ее, и она будет вам матерью». Здесь, откровенно говоря, сказано все. Русский язык является основывающим, объединяющим языком всех народов. Когда мы говорим о том, что в Конституции русский является языком, объединяющим людей, укрепляющим наше единство, в то же время сказано, что каждая республика имеет право уционалить свой язык государственный. Там сказано о том, что никому не запрещают изучать свой родной язык. И мы должны создавать условия для того, чтобы изучали в национальных республиках, в областях. Я полностью поддерживаю эту позицию. Мы обсуждали этого образа на заседании ассамблеи, и народы поддерживают. Каждое мнение субъективно. Мое мнение – Бог един. Мы все разные и верим по-разному. У каждого свой Бог может быть. Правильно? И религии разные. Все они. Но Бог един. И Конституции записаны. Каждый имеет право в вере и исповедании. Это нужно сохранять и будет сохраняться. Есть государство Российской Федерации. У государства должен быть свой государственный язык. У Российской Федерации русский язык – государственный язык. Ну а Российская Федерация состоит из множества коренных народов. У каждого народа есть своя история, культура и язык. Каждый республика, каждый в праве на своем языке разговаривать. На своем языке и не только в домашнем обиходе, так же и в работе, и так далее, и в общественных местах. Эти поправки будут способствовать сохранению культуры языка всех народов, коренных народов. Мы это приветствуем, это нас радует. Более 700 миллионов рублей в этом году выделено на капитальный ремонт школ в Чувашии. Обновят 45 учебных заведений по всей республике и 3 в Чебоксарах. В их числе и столичная школа номер 10 имени летчика-космонавта Андреяна Николаева. Что в ней планируют изменить, знает Юлия Важенина. Вперед начали! Раз, два, три, четыре. Сейчас школьники занимаются физкультурой в старом спортзале. Здесь еще деревянный потолок, такие же окна, причем заколоченные с одной стороны зала. Нет эвакуационного выхода, вернее дверь есть, а вот спуска за ней нет. Но уже к первому сентября зал полностью преобразится. Со 2 июня мы начнем капитальный ремонт здания. Тем более в своем послании Владимир Владимирович Путин говорил о том, что дети должны учиться в равных комфортных условиях. Мы подготовили уже всю проектную документацию и сейчас, значит, в Центр закупок мы передаем наш проект и выставляемся на торги. И очень надеемся, что нам попадется очень добросовестный, хороший подрядчик, который, в общем-то, умело будет распоряжаться этими деньгами. В этом году школе исполняется 58 лет, а последний раз ремонт здесь сделали в 1991 году. Так что здание очень нуждается в обновлении. В распоряжении школы поступят чуть больше 23 миллионов рублей. На эти деньги планируют заменить всю систему теплоснабжения, канализацию и другие вещи. У нас запланирована замена деревянного покрытия пола и замена верхней части. Это линолеум. Смотрите, какой у нас линолеум, потому что очень много детей. Дальше мы запланировали замену всех оконных блоков. Мы стараемся их, конечно, заклеиваем, но вот все равно, если мы приложим, все равно они выгибаются. Крыша школы тоже нуждается в ремонте, она включена в проект. Но выделенной суммы не хватит, чтобы полностью отремонтировать здание. Встает еще вопрос о замене электроснабжения, дверей, ремонта пищеблока и кабинетов. Администрация школы надеется получить средства на эти цели во втором этапе. Юлия Важенина, Павел Рядков, Республика. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с женщинами, которые реализуют социально значимые проекты. Какие предложения были взяты в работу? Подробности в следующем материале. Профессионалы с моего дела, ставшие руководителями, преданные жены и любящие мамы. Приглашение в художественный музей от временно исполняющего обязанности главы региона получили самые активные члены союза женщин. Их сила в единстве, а в основе работы – семейные ценности. Нам очень всем хотелось восстановить когда-то утерянный предмет этикой психологии семейной жизни. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что учить надо быть семьянином с самых-самых малых лет. И так у нас появился проект «Гармония в доме. Высшая реальность семейного счастья». В рамках этого проекта за счет гранта был написан учебник «Менеджмент счастливой семьи». Предмет стали изучать и в школах региона. Благодаря кропотливому труду писателей и сотрудников Чувашского книжного издательства весь мир знает о республике и ее уроженцах. Чувашское книжное издательство на всероссийском уровне достойно представляет республику. В 2019 году мы получили первое место в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. И это была книга Юрия Ювенальева «Ювелирное искусство. Суара Булгар». В число 50 лучших книг по России вошли три наших книги. Поддержка подобных проектов выходит на первый план, отметил Олег Николаев. Целевой аудитории книг о культуре и истории должны становиться дети, но необходимо искать новые формы подачи материала. Может быть там используя вот эти руны, которые у нас вообще являются, ну скажем так, более древним алфавитом, если так можно выразиться, да, там и передачей языка нашего чувашского. Понятно, просто тексты ему уже неинтересны. Может быть через интерактив, может быть там через разработку специальной программы, какие-то руны трансформируются в вины слова чувашского значения и через это заинтересовывают детей. Мало того, что будем поддерживать. Я был автором закона о внесении изменений, закона об образовании. Было принято важнейшее решение о создании президентского фонда поддержки родных языков. И мы должны этим воспользоваться. Во многом благодаря женщинам создается красота в городах и районах. К юбилейным датам флористы уже выращивают в питомниках новые сорта цветов и декоративных кустарников. Большая возможность, что сейчас вот в нашей стране, у нас в республике существует программа по комфортной среде, по благоустройству городов. И мы видим для себя возможность. И тоже как такой вызов мы, конечно, тоже имеем проектную группу. Еще одна приоритетная программа – ликвидация второй смены в школах. Как эту проблему решают в республике, поинтересовалась многодетная мама. А не планируется ли, Алексеевич, в нашем северо-западном районе, например, в таком большом новом строящемся и развивающемся районе университетской строительства новой школы? Планируется буквально в ближайшее время. В плане она стоит на следующий год, начало его строительства. Но мы сейчас делаем все, чтобы перенести его начало на этот год. Ну а в канун праздника для прекрасных дам звучали песни. Три года ты мне снилась, А встретилась вчера... И, пожалуй, лучшее дополнение к образу женщины-лидера – цветы. Мужчинам без прекрасной половины никуда. Их вклад в развитие республики трудно переоценить. Отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика. Дмитрий Ковалев. Расширить эту дорогу невозможно, равно как и сделать карманы. Проблема во многочисленных коммуникациях. Мэрия предлагает чебоксарцам решить вопрос вместе. Высказать свое мнение можно на портале «Открытый город». Опрос продлится до 17 марта. 37-летний новочебоксарец признан виновным в незаконной организации проведения азартных игр. Незаконный бизнес принес ему не менее 65 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Канажский районный суд назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Следственным судом установлено, что в декабре 2018 года в Чебоксарах и Канаше он организовал работу двух игорных заведений, в которых были установлены не менее 30 единиц игрового оборудования. Однако в январе прошлого года эта противоправная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета по Чувашской республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. В Чебоксарах стартовала серия плей-офф первенства высшей хоккейной лиги. Это четвертый по счету сезон ледовой дружины из столицы республики. Есть ли шансы взять золото и кто поддерживает команду? Подробности у Дмитрия Ковалева. «Богатыри» вышли в плей-офф. Впереди серия матчей до четырех побед. Домашняя игра против команды «Красноярские рыси». Счет открыли чебоксары. Поддержать ледовую дружину приехал и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев вместе с сыном Максимом. «С детства занимается спортом. С пяти лет занимался каратэ-кокусинкай, занимался боксом, занимался тейквондой. У него тоже пробежки по утрам со мной регулярно. Вообще мужчина должен всегда заниматься спортом, прежде всего для того, чтобы вырабатывать дух». Олег Николаев признается, что больше увлекается футболом и лыжами. Но в юности выходило на лед. Сейчас заниматься спортом удается нечасто. Слишком много времени отнимает работа. «Если не каждый день, то несколько раз в неделю, только 3-4 раза минимум». У хоккея в республике будущее большое. Только за награды чемпионата и первенства региона борются порядка 70 команд. Среди дебютантов дружина Кубня из Комсомольского и сборная села Тренькосы и Чебоксарского района. В борьбе за Кубок Федерации богатыри взяли уверенный старт. Голос на этом матче срывали не только комментаторы. На трибунах у нашей команды самая громкая группа поддержки. В арсенале болельщиков даже барабан. Болельщики выезжают со своей дружиной и в другие города. И республика, и администрация столицы заинтересованы в поддержке профессиональной команды. Когда вы играете? Легче болеть, да? Нет, мы всегда болеем. Делево в черный, делево в черный секунду. Потому что хоккей, игра такая, кажется, секунду важна. Как-то поедете, что ли? Было бы здорово. На барабане стучать. Было бы здорово. У хоккейного клуба подрастает и достойная смена. Чебоксары, юниоры. Эти ребята своими кумирами называют не Малкина и Овечкина. Хочу похожим быть на Горбенко и Преступлюка. На Иванова. На Иванова. На Иванова. Преступлюк, он быстрый. Потому что ты хорошо играешь. Преступлюк, он быстрый, техничный. Горбенко, у него бросок хороший. Команду верите? Да! Первая игра четвертьфинала с большим отрывом от соперника. Горбенко, это не таки здорово, Горбенко. Но это его любимая позиция. Любимая позиция. 8-1. Трибуны, ревут. 8-1. Богатыри лидируют. Впереди вторая игра. И выездные матчи. Программа «Максимум» взять золото Кубка Федерации. За выход в финал поборются команды из Барнаула, Саратова, Кургана, Оренбурга и Набережных Челнов. Олег Николаев пожелал победы богатырям. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. Подвиг ратный, подвиг трудовой. В преддверии 75-летия победы в выставочном зале Государственного исторического архива открылась документальная выставка. За 10 минут войны на территории Чубаши, либо базировались порядка 70 различных воинских частей. Победу ковали на фронте и в тылу. Республика оказалась в эпицентре оборонительной работы. Хорошее транспортное сообщение позволяло заново создавать производственные мощности на базе эвакуированных заводов, быстро отправлять на фронт боеприпасы, принимать на лечение раненых. Из республики на фронт ушли около 210 тысяч жителей. Здесь мы предоставили по возможности все направления, где так или иначе уроженцы Чубаши себя проявили. Наше отличие от многих предыдущих выставок, которые проводились в Чубашии в этом году, наверное, в том, что мы экспонируем подлинник. И здесь же есть еще такой момент. Мы предоставили первый раз в этом формате, наверное, документы, связанные с строительством оборонительных рубежей. Потому что если до сих пор они в основном звучали как словесное выражение в виде лекций, докладов, что-то вот такое, то сегодня мы демонстрируем карту укрепрайона, который возводился на территории Алатырского района в рамках строительства сурского оборонительного рубежа. Фотографии фронтовиков и тех, кто работал в тылу. Письма солдат с поля боя домой. Аудио и киноархивы. Мемуары ветеранов. Бесценные факты военной истории республики и страны. В экспозиции, помимо общих цифр и фактов о войне, есть и личные фонды участников Великой Отечественной. Здесь можно узнать, когда они были мобилизованы, в какой части служили, о поощрениях и личных наградах. На выставку пришли студенты Чебоксарского электромеханического колледжа. Ребята признаются, что многие факты стали для них открытием. Мне кажется, что эта выставка полезна любому всем возрастам. То, что она может рассказать, как было, что было в годы Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение должно знать правду о войне. И здесь не обойтись без документальных свидетельств. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова